Здравствуйте, дорогие зрители! Василий Кандинский утверждал, что цвет клавиша, глаз молоточек, а душа многострунный рояль. Мы постараемся сегодня очень трепетно, очень бережно тронуть звучащие струны ваших душ, дорогие зрители. Я представляю гостей в студии. Мальян Галина, ну как в оркестре, музыкант, велончелист, да? И Мальян Григорий Суренович, художник. Здравствуйте. И Соколов Михаил Юрьевич, тоже музыкант. Тоже здравствуйте. Михаил Юрьевич, у вас уникальный проект, который называется «Экология звука». Ну мы знаем, что надо беречь природу, мы храним бережно окружающий мир. А у вас экология звука, почему надо к звуку относиться очень бережно? Ну я считаю, звук это та же самая природа, и к ней, конечно, надо бережно, к звуку надо точно так же бережно относиться, как и к самой природе. Потому что, как бы, есть такое выражение, понятие природа, природа звука. Природа звука, и вся тонкость состоит в звуке. Вся тонкость идет от звука. Михаил, а вот что обозначает ваш проект? Он объединяет каких-то разных по специальности людей. Что вы делаете? Экология звука, она подразумевает собой, это такое общение людей на уровне звука. То есть вы разговариваете с звуками, да? С помощью музыкальных инструментов? Ну получается так, да. Это такой, можно сказать, сейшн. Вот когда разговор, это тоже своего рода сейшн, когда два человека встречаются и начинают беседовать друг с другом, какие-то сообщать новости, делиться какими-то впечатлениями. Так же и музыканты могут делиться своими впечатлениями, своими радостями посредством звука. И музыканты совершенно могут быть совершенно разные. Может, например, встретиться барабанщик и пианист, сесть вдвоем друг напротив друга и пообщаться друг с другом не разговорами, как твои дела, а просто спросить друг у друга с помощью музыкального инструмента те же самые проблемы. А к ним может присоединиться художник? Художник может присоединиться, конечно. Может еще присоединиться танцор, может присоединиться поэт, и даже может присоединиться домработница, которая убирается пылесосом, тоже включится в этот процесс. Все музы в гости к нам, да? Да, короче, так, да. У нас удивительная девушка с потрясающим инструментом. И если у вас вот несколько другой контакт ударников, да, а здесь настолько виолончель близка человеку... Галочка, расскажите про свой инструмент. Почему вы выбрали именно виолончель? Потому что у нее тембр человеческого голоса. У нее есть нижние регистры, есть очень высокие. Каждая струна по-своему особенно. Ля звучит очень громко, звонко и виртуозно. Реисоль очень мягко, нежно. А басовые струны очень тяжеловесно. Достаточно мастит. И когда я играю на инструменте, я чувствую, что иногда я говорю. Я могу просто промолчать и сказать с помощью звука, что я думаю, что я чувствую, что я переживаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот ты можешь сказать, какого цвета звук нижних регистров? Ну, темные цвета. Темные цвета. Такие темно-зеленые, темно-красные, темно-синие. Есть в некоторых программах образовательных, когда малышам первого, второго, третьего класса задают задание послушать музыку Чайковского, например, щелкунчик, вальс из балета. Или придумать стихотворение, или изобразить с помощью цветовой картинки то, что ты только что услышал. И это развивает рецепторы всех органов чувств. Человек начинает просто синтезировать на глазах. Да, особенно маленький человечек, которому это еще... он еще это может делать. И вот главное, наверное, вот как художник скажет, во взрослом состоянии не утратить это цвета ощущения, да, окружающего мира. Конечно. Вот Михаил Юрьевич начал говорить с того, что он бережно относится к звуку. И вообще бережно надо относиться ко всему. Конечно. Когда человек рождается, он приходит в нашу жизнь без инструкции к применению. Вот он родился, значит, что он должен сделать, что правильно, что неправильно. Перед ним мир во всем своем многообразии. Цвет, свет, звуки, пространство. И подмечено, конечно, что дети рождаются вот открытыми ко всем этим качествам нашего мира. И они поэтому танцуют лучше всех, рисуют лучше всех, поют лучше всех. И вот сохранить вот это ощущение цвета, света до взрослого возраста, конечно, надо над этим заниматься каждому человеку. И окружению, и среда должна подвигать человека к тому, чтобы он не забыл свои детские ощущения. И те люди, которым удается вот это сохранить, они становятся музыкантами, художниками, танцорами, поэтами. Все дело в том, что душа человека вступает в резонанс вот с какими-то вибрациями нашего мира, наверное, какими-то универсальными, по которым он построен. И вот этот резонанс позволяет человеку себя ощущать вот единым со всем пространством, со всем космосом. Это вот невероятное счастье такое, которое музыкант испытывает в момент вот самого удачного своего выступления. Когда поэт напишет, вот у него несколько слов так вот, когда два мазка лягут у художника на холсте вот так, как вот это нужно. Это, конечно, невероятное счастье. И если вот я, это моя дочка, и я старался в жизни, мне показалось, что это очень важно, я старался вот передать то, что вот я могу. Ей она и рисует немножко, но профессионально занимается на виолончели. А вы знаете, вот в Солярисе у Тарковского, у него есть такой замечательный образ мыслящего океана. И вот звуки, они как плазма, просто пропитывают ткань и фильма, и ты чувствуешь, насколько космически приобретают характер обычные какие-то звуки. И причем иногда звук можно воспроизвести из любого материала, который находится под руками. Вот Михаил Юрьевич наверняка взял бы, ну я не знаю, любой предмет, который можно найти даже в студии, и сделал из него музыкальный инструмент, как Маяковский спрашивал, а вы Ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб, да? А Андрей Платонов ему ответил, настоящий музыкант может пальцами из полена извлечь звуки, которые трунут и заставят думать людей. Вот мне кажется, что у вас есть такой опыт, да? Любой инструмент превратить в трогающие человеческие струны душ. Да, у меня много всяких происходит инструментов, экспериментов. По поводу и на студии придумаются просто спонтанно совершенно разные инструменты и струнные, и какие-то духовые. Но это все в зависимости от того, что требует материалы, и какие ты преследуешь для этого цели, и какую ты музыку пишешь. А кастрюля может стать инструментом? Кастрюля, но... Для творящих на кухне. Если взять, к примеру, коллектив Стамп, замечательный коллектив, который известен по всему миру, где они используют швабры, крышки, какие-то там вилки, чашки, ножи, плошки, мусорные баки, щетки. Все это используется, и все это звучит, потому что это звук, это вибрация. А вибрация, если она находится в сочетании с другой вибрацией, дружит, то это получается музыка. То есть наполнить музыкой сердца можно, используя любой подручный инструмент. И это, кстати, замечательное средство работы с детьми, потому что шумовой оркестр можно организовать, взяв шуршащую бумагу, фольгу, наполнить на разном уровне бутылки стеклянные. То есть можно сделать шумовой оркестр, и ребенок будет вовлечен, он будет экспериментировать потом с любым предметом, который найдется у него под руками, правда? Конечно, конечно. Очень часто у меня очень много таких друзей, как и я, ищущих. Вот у меня есть такой замечательный художник-музыкант Вячеслав Могилевский, он живет в Петергофе. Вот этот человек, который, если где-нибудь он найдет какую-нибудь плиту с арматурами торчащими где-нибудь в лесу, все, его просто не оторвать. Он будет вокруг нее ходить с палками, с дубинами, он ее обстукает, все, потом на следующий день прибежит еще с магнитофоном и альбом еще запишет. Вот такие вот эксперименты. Вы знаете, я, готовясь к программе, посмотрела историю возникновения электронных музыкальных инструментов, первых синтезаторов. И оказывается, первый синтезатор назывался АНС. Вот, Галочка, как вы думаете, почему он именно так назывался? Может быть, это аббревиатура какая-нибудь? Ну, какая? Какого-нибудь композитора. Александр Николаевич Скрябин. Это уникальный совершенно композитор, музыкант. И когда я сопоставила просто способ звукоизвлечения на американских и на наших синтезаторов, американские Mark I и Mark II, они с помощью карты и перфоленты шел звук. А вот наш синтезатор, нужно было взять стекло, закрасить его, там, не знаю, черной краской, потом рукой или специальным каким-то инструментом нарисовать звук. То есть настолько художественная сразу партитура становится, в общем-то, предметом художника. Это рассказывал наш Эдуард Артемьев, который, наверное, лучше всех знает природу электронного звука. А вот вы как к электронным музыкантам относитесь, инструментам? Я на самом деле отношусь положительно, как бы и к электронике, и к акустике. На самом деле, но это, что акустика, что электроника, мы говорим, если мы говорим сейчас о звуке, о свете, то это, конечно, посыл вибраций, что электроника, что электронный звук, что акустический. И смотря, как он применим, он в какой он... В какие руки попадает инструмент, да? В какие руки, да. И поэтому, конечно, Эдуард Артемьев – это выдающийся, на самом деле, композитор, который вот сочетает электронику и делает просто чудеса из этого. Галин, а вот вы играете баха. А в каком бы цвете вы могли представить ту музыку, которую будете играть? Чемно-зеленая. Темно-зеленая. Темно-зеленая. У меня, когда я начинаю играть какую-то музыку, я не задумываюсь, почему мне приходит такой цвет в голову, какие-то такие образы, почему. Просто, наверное, подсознание быстро находит яркие примеры. Я попросила преподавателя Строгановского, нашего учителя, училища, чтобы она дала студентам послушать баха, и Вагнера мы выбрали несколько отрывков, и оказалось, что многие видят музыку баха в фиолете. А Вагнера в пурпурно-красном, доминанта такая цветовая. На самом деле, конечно, это индивидуальный ассоциативный ряд, который выбирает каждый. Но мне кажется, это очень хорошее на концерте, чтобы погрузиться максимально в красоту звучащих звуков, можно еще представлять себе такую картину, например, как Лентулов, который обладал вот этим даром уникальным. Вот мы видим сейчас портрет Александры Хохловой с гитарой. В такой интересной авторской манере изображен портрет актрисы и сопровождающий ее музыкальный инструмент. Следующий слайд – это музыка звучащая. Роберт Делане предложил такое художественное направление, как орфизм, чтобы строить живописное полотно по законам музыкального произведения, музыкальной композиции. И вот Лентулов пытался показать распространение звука живописными средствами. И мы сейчас увидим автопортрет Лентулова тоже с музыкальными инструментами. Мы видим, как он бережно, точно так же, как Галина, держит свой музыкальный инструмент. И очень многие композиторы делали звучащими свои живописные полотна. Я хотела сказать, что Лентулов, он очень музыкальный. Я когда ходила в музей, видела его работы, храм Василия Блаженного, и видела эти колокола, этот солнечный свет. Я вот представляю, Москва, светит солнце, освещает золотые купола, и звон колоколов раздается. Утро на Москве реке, да? Да, рассвет на Москве реке, совершенно верно. А у Черлюниса вообще даже музыкальные названия. То есть работа, которую мы видим, называется «Скерца». И у него как раз был цикл, в котором каждое живописное полотно совершенно музыкально. Оно и построено музыкально, и мы даже чувствуем, да, и щебет птиц, и падающие струи. И, в принципе, это в музыкальном варианте, не в природном. Правда? Вы знаете, я хотел бы заметить вот какую вещь. Что человек обладает такой вещью, как подсознание. И подсознание невозможно проанализировать. Наверное, какие-то специалисты, которые занимаются психологическими проблемами, они могут приблизиться к этому. Но подсознание постоянно работает независимо от нас. Если композитор выйдет просто на берег реки и увидит какой-то пейзаж, ему по ассоциации может прийти какая-то музыкальная мысль. Он поспешит домой и запишет. Другой, например, художник, вот если услышит какую-то музыку, в нем родится какой-то образ, самое главное, что вот вы говорили о кастрюлях каких-то, да, ну, известный классический джазовый музыкальный инструмент, вот люди старшего поколения помнят, это стиральная доска такая в дикселинде обычной. На всем можно играть. Главное, художник должен родить идею. Все остальное, как средство может быть. Любой музыкальный инструмент, любой цвет, любой камушек, любое стеклышко можно. Другое дело, это художник должен организовать эти предметы, чтобы создался некоторый образ. Так же, как музыкант из хаоса звуков может создать музыкальное произведение, маленькое, большое, там любые гвоздики могут звучать, эолова, арфа какая-то, можно там ее вставить, можно электронные инструменты. Главное, чтобы созрел образ. А вот когда начинаешь сравнивать образы, вот образ скерца, скажем, у Чурлёниса и музыкальная скерца, то, может быть, у меня вот прямой какой-то аналогии этой картины с музыкальной формой скерца нет. Но мне Чурлёнис приоткрывается с другой стороны, какие у него были ассоциации между звуком и цветом. Вот это очень интересно. Михаил, вы знаете, у Петрова Водкина замечательно, я обожаю этого живописца, есть фраза, что обращаться с яркими красками нужно так бережно, потому что в другом случае это будет как барабанить палкой по фортепиано. И вот мы видим совершенно гармоничную работу, умиление Кузьмы Петрова Водкина. И вот здесь настолько все гармонично. Вот здесь яркие краски, которые вызывают действительно восторг, покой. И совершенно состояние потрясающее. Вас не обижает, как человека, который работает с ударными инструментами, такое сравнение? Не, на самом деле, почему меня обижает, должно обижать то, что я работаю с инструментами. Потому что я работаю с ударными инструментами на очень тонком уровне. Потому что я могу на барабанах играть шепотом. Я могу играть на барабанах ночью. Вообще ночью при... И это будет музыкой. Вибрация мира, да? Вибрация мира, да. Потому что барабан, это не просто так, что это вот поставил барабан, и надо по ним дубасить. Нет, это очень тонкий инструмент и очень древний инструмент. Тот же самый стилпен, на котором я играю, это великолепнейший просто инструмент, придуманный на островах Триндад и Табага. Вот как раз вот говорить об этих кастрюлях. Вот как раз вот это и есть кастрюля, которая создана специально для медитации. Барабан для медитации, понимаете, что это? То есть это не только боевой дух и такое, да, полное напряжение. Да, это как бы вот именно инструмент несет такую чистоту звучания, что человек не просто вдохновляется какими-то там поднами, идет на подвиги, а он успокаивается и засыпает вообще просто под барабан. Знаете, вот если бы была машина времени, то мне бы очень-очень хотелось попасть в 1910 год на концерт Александра Николаевича Скрябина, где вместе с фортепиано звучал смешанный хор, который пел без слов, и был специальный инструмент со световой клавиатурой, когда мир, сидящий в зале, погружен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне хочется, чтобы зритель, который тоже посоучаствовал в нашем разговоре, услышал от вас какой-то посыл. Ну, мало нам 25 минут, да, для такого серьезного разговора. Галочка, что бы вы хотели зрителям нашим пожелать? Я бы хотела пожелать, чтобы зрители нашли гармонию с музыкой, и тогда они найдут гармонию со всем миром. И поэтому музыку можно найти в любом звуке. В пении птиц особенно, в машинах, которые приезжают по улице, когда разбивается стекло. Музыка есть везде. Умничка. Там ее надо услышать, да. А я хочу пожелать всем людям, чтобы они были открыты, гармония, которая окружает, но вот эти разные бытовые какие-то сиюминутные наслоения загораживают от нас самую суть. И вот единожды, вот уловив вот вкус музыки, звука, цвета, образа какого-то, сохранять в себе вот это бережно и нести дальше. Это, наверное, спасет человека в самые трудные минуты. Спасибо. Михаил. Я посоветую, наверное, чтобы побольше экспериментируйте. Побольше экспериментируйте и не ведитесь на общепринятые шаблоны, которые прописаны в каких-то там научных каких-то книгах за какие-то там шестые, пятые годы, какими-то там умными дядями. На самом деле много умного, но много и разного, короче. Надо экспериментировать и ощущать все пространство, которое вот именно сердцем и душой, чтобы рождалось там, а не где-то вот здесь вот на каких-то книжках. На холст легли все краски друг за другом, и стало ясно вдруг, что стоит жить. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова